В начале синоптики это лето бьет рекорды по жаре. Водоемы привлекают массу людей. Из начала купального сезона в нашей области утонуло уже 11 человек. Из них три ребенка. По состоянию на 25 июля Управление по чрезвычайным ситуациям города Семей провело уже 777 рейдовых мероприятий. С гражданами проводят беседы о правилах безопасности и раздают им памятки. Тем не менее, многие игнорируют установленные правила. В 2023 году в городе Семей на реке Иртыш утонуло 7 человек. Спасено 6 человек. В 2024 году за время купания на территории города Семей утонуло 3 человека. Произошло 3 несчастных случая. Спасено 13 человек. В ходе проведения рейдов составлено 23 административных протокола по статье 440 Кодекса об административных правонарушениях, то есть распитии алкогольных напитков или появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также более 40 жителей города привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности на водоемах и купания в запрещенных местах. Переходя к статистике по нашей области, специалисты отмечают, что с начала купального сезона в области Абай утонуло 11 человек. Среди них 3 ребенка. Поэтому спасатели еженедельно проводят акции, направленные на предупреждение подобных ситуаций. Например, на пляже Пристань детей учили правильно спасать утопающего и оказывать ему первую помощь. В рамках мероприятия сегодня мы обучали детей, как пользоваться спасательными средствами, как правильно пользоваться спасательным кругом, надевать спасательный жилет и порядок оказания первой медицинской помощи утопающими. В целях доступной передачи информации детям. Сегодня мы задействовали аниматоров, которые были в костюмах. И уже путем проведения различных игр, конкурсов, загадок мы уже обучали детей правилам безопасности на воде. Благодаря интересной подаче дети охотно принимали участие в акции. Каждый желающий попробовал бросить в воду спасательный круг, а самые смелые выступили в роли утопающего, который нуждается в помощи. Во время акции спасатели прибегали и к другим методам информирования граждан. Также для оповещения населения о правилах безопасности на воде мы задействуем беспилотный летательный аппарат, который путем облета уже через громкую связь транслирует правила безопасности. Специалисты отмечают, что наиболее частой причиной гибели на воде является грубое нарушение правил безопасности. Это купание в неустановленных местах в нетрезвом состоянии, отсутствие контроля со стороны взрослых за детьми и переоценка своих сил.